75 историй победы. Лисицына Анна Михайловна. Партизанка. Герой Советского Союза. Анна Лисицына родилась в 1922 году в карельской деревне Житноручей. Окончила среднюю школу и ленинградский библиотечный техникум. Работала библиотекарем. Анна — участница Великой Отечественной войны. Была связной ЦК Компартии Карело-Финская ССР. В июне 42 года она вместе со своей боевой подругой Марией Мелентьевой была проведена войсковой разведкой через линию фронта недалеко от поселка Вознесение Ленинградской области. Проникнув в Шелтезерский район, девушки проработали там в течение месяца. Они установили контакты с населением, подготовили явочные квартиры для подпольных партийных работников, добыли финские гражданские документы, собрали разведданные о местонахождении оборонительных укреплений врага. Все это время Анна и Мария ежечасно подвергали себя смертельной опасности. 2 августа 42 года, возвращаясь обратно к линии фронта, они вышли к реке Свири. За полночь девушки приступили к форсированию реки, но когда они достигли середины, плод начал разваливаться. Девушки, спешно закрепив документы на головах, пустились в плавь. Недалеко от берега у Анны свело судорогой ноги. Она стала тонуть. Понимая, что не сможет доплыть, Анна спешно передала документы Марии. Захлебываясь, она сказала подруге, что больше всего на свете боится закричать. Враг их моментально обнаружил бы. Мария не смогла вытащить напарницу. Анна погибла, так и не проронив ни звука. Выжившая девушка с трудом выбралась на берег, после чего пешком преодолела еще 23 километра по территории, оккупированной фашистами. На шестые сутки Мария добралась до расположения советских войск и доложила о выполнении боевого задания и трагических событиях его сопровождавших. 25 сентября 1943 года Анна Лисицына и Мария Милентьева были награждены высоким званием Героя Советского Союза. К сожалению, обе посмертно. К тому моменту, во время выполнения очередного боевого задания, от рук оккупантов погибла и Мария Милентьева. Вечная слава героям! Победа будет за нами!